МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 29 июня. В студии работает Андрей Тен. Итак, аккуратко о главных событиях. Акима Каркаролинского района обвиняют в халатности. Второй год подряд в восточной части города Каркаролинск не могут завершить строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Более 4 тысяч свободных рабочих мест предложили работодатели на очередной городской ярмарке вакансий. Среди самых востребованных специальностей слесари, электромонтеры, токари, фрезеровщики. Врач-нарколог Центральной поликлиники Жанаркинского района требовал с пациента деньги за услугу, которая предоставляется бесплатно. По итогам служебного расследования врач был уволен. Акима Каркаролинского района обвиняют в халатности. Второй год подряд в восточной части города не могут завершить строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Генеральный подрядчик предстал перед судом, однако пропавшие 53 миллиона тенге в бюджет вернуть не удалось. Стоит отметить, что средства были выделены в рамках государственной программы Нурлыжер. Восточная часть Каркаролинска остается без центрального водоотведения и водоснабжения. Провести коммуникации на участке земли, предназначенные для народа, должны были еще в 2016 году. Акимат объявил конкурс. Победителем стала компания «Парсек». Она же привлекла к работе субподрядную организацию «Ремонт», доверив ей выполнение всего объема работы. Субподрядчики работу не выполнили, но выделенные деньги присвоили. В этом есть и вина отдела ЖКХ, специалисты которого продолжали начислять деньги за невыполненную работу. У нас очень тяжелая зима была, ранняя зима была. В связи с этим, я на тот момент могу сказать, что не могли те люди, которые перечисляют деньги, они не могли посмотреть, правильно ли это сделано, либо полностью соответствовали ли документации по тем перечисленным средствам. Но проверить невозможно было в том году. Самой загадочной фигурой в этом деле является Касимов Дулат, директор субподрядной компании «Ремонт». Он не только состоял в близких отношениях с Акимом Каркаролинского района, но и воспитывал ребенка в гражданском браке с руководительницей отдела ЖКХ. Именно этот отдел и заключал договор о государственных закупках с генеральным подрядчиком. Сам гражданин Касимов скончался в феврале 2017 года. До кончины он успел открыть счет в банке на имя своей матери-пенсионерки и перевел на него крупную сумму. После его смерти миллионы со счета сняли. Суд посчитал, что нести вину за пропавшие бюджетные средства должен генподрядчик в лице директора компании и его заместителя, а также гражданская жена покойного и по совместительству бывший руководитель отдела ЖКХ. И не было четкого контроля со стороны сотрудников Акимата. Это еще раз личный раз подтверждает факт о том, что была какая-то взаимосвязь или договоренность между Касимом Дулатом и Акимом Каркаролинска. И Касимов сам говорит, у меня хорошее взаимоотношение с Акимом, мы любой объект по Каркаролинску возьмем, по Бухаржирасскому району. Это опять-таки со слов свидетелей. Подсудимые, приговоренные к семи годам лишения свободы, намерены доказать свою невиновность и обжаловать решение суда. Новый руководитель отдела ЖКХ Каркаролинского района Куандек Таласпаев пояснил, что теперь требуется разработка новой проектно-сметной документации. Будет объявлен еще один конкурс из бюджета на проведение коммуникации вновь выделят десятки миллионов. Остается лишь надеяться, что на этот раз за тем, как будут расходоваться деньги налогоплательщиков, чиновники проследят лучше. Врач-нарколог Центральной поликлиники Жанна Аркинского района требовал с пациента деньги за услугу, которая предоставляется бесплатно. По итогам служебного расследования врач был уволен, а Жанна Аркинский район посетила специальная мониторинговая группа областного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Поводом для визита специальной мониторинговой группы антикоррупционного органа послужило заявление жителя Жанна Аркинского района. Для постановки на учет врач-нарколог Центральной районной поликлиники требовал с пациента деньги, в то время как эта услуга предоставляется бесплатно. Совместно с Управлением здравоохранения была создана комиссия, в которую ушел представитель нашего департамента. Была проведена выездная проверка данной поликлиники, после которой врач был уволен. Это одно из обращений, поступившее в колл-центр в рамках проекта «Карта общественного контроля». Отныне жителю области не обязательно приезжать в областной центр и писать заявление о нарушении. Достаточно лишь написать сообщение и приложить фото или видеодоказательства. Об этом члены специальной мониторинговой группы рассказали жителям Жанаркинского района. Вы все знаете, у нас с 2015 года в стране введена новая антикоррупционная политика, введены новый закон о противодействии коррупции. Представители антикоррупционного органа встретились с жителями поселка Бедаик с сельского округа имени Жумажанова, а в районном центре поселке Атасу члены группы встретились с районными госслужащими. На встрече им был продемонстрирован фильм, в котором уже осужденные за коррупционные преступления рассказывали о своей судьбе. Особое внимание участника встречи было уделено случаю с врачом-наркологом. Примечательно, что на своей должности врач работал 25 лет. То есть, это о чем говорит, что, возможно, в течение вот этих 25 лет он так и просил с граждан деньги все эти 25 лет, Это не исключено. И только сейчас нашелся такой человек, который обратился, которому, можно сказать, это не понравилось. Это говорит о том, что сейчас позиция у людей меняется, и люди хотят вносить свой вклад в борьбу с коррупцией. И в этот же день в поселке Атасу прошла ярмарка государственных услуг. Жители поселка смогли получить консультации по самым актуальным вопросам. Также жителям показали, как, не выходя из дома, получить нужную им услугу на портале электронного правительства. Андрей Тен, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С 1 июля произойдут изменения в начислении базовой пенсионной выплаты. У всех пенсионеров возникает резонный вопрос, не снизится ли размер пенсии после такой реформы. Обо всех изменениях на брифинге в региональной службе коммуникации рассказала руководитель областного департамента Комитета труда социальной защиты и миграции. Новая методика расчета и начисления базовой пенсии в Казахстане основывается на следующем. Размер базовой пенсии будет исчисляться с учетом трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года, и стажа участия в накопительной пенсионной системе после 1998 года. Отмечается, что изменения в начислении коснутся только базовой пенсии, которая сегодня выплачивается совсем одинаково 15274 тенге. С 1 июля текущего года размер этой пенсии будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. В случае, если человек имеет стаж 10 и менее лет, либо у него вообще отсутствует стаж участия в пенсионной системе, он будет получать 54% от прожиточного минимума. То есть, это тот размер, который на сегодняшний день выплачивается 15274 тенге. Увеличение он не получит. Все, кто имеет стаж свыше 10 лет, начиная с 11 лет, увеличение будет производиться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. За каждый год сверх 10 лет повышение составляет 2% от прожиточного минимума. И, значит, при стаже участия в пенсионной системе 33 года и более, значит, размер базовой пенсионной выплаты составит 100% от прожиточного минимума. В текущем году это составляет 28 284 тенге. Нагляднее всего изменения можно понять вот по этой таблице. Проще говоря, те пенсионеры, которые дольше платили взносы в пенсионный фонд, будут получать большую базовую пенсию. Разработчики реформы отмечают, что таким образом данное нововведение позволит восстановить справедливость по отношению к тем пенсионерам, которые, проработав 40 лет, получают сегодня маленькую пенсию. Стаж участия в пенсионной системе учитывается солидарный стаж, накопительный и иной стаж. Вот подробнее скажу, что такое солидарность. Это тот трудовой стаж, который выработан до 1 января 1998 года. Он имеется в пенсионных делах состоявшихся пенсионеров. Накопительный стаж это период, за который отчислялись обязательные пенсионные взносы. Стоит отметить, что изменения произведены по поручению главы государства, который в своем послании народу Казахстана отметил, что пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Более четырех тысяч свободных рабочих мест предложили работодатели на очередной городской ярмарке вакансий. Среди самых востребованных специальностей слесари, электромонтеры, токари, фрезеровщики. Здесь же предлагали трудоустроить и подростков на время летних каникул. Кристина Костомарова год назад окончила Саранский колледж. Ее специальность учитель иностранного языка. Вот уже год Кристина не может найти работу. Но придя на городскую ярмарку вакансий, предложения посыпались отовсюду. Увидела, что здесь очень много вакансий на мою должность и мне выписали направление в различные колледжи, в школы, для того, чтобы я работала преподавателем. Предложили очень много мест. Вот буду звонить, буду ходить, искать. Мне кажется, я найду работу, тем более, столько много предложений. Всего соискателям предложено более 4 тысяч вакансий. Свободные рабочие места предложило свыше 60 предприятий и организаций Караганды. В том числе и такие крупные, как Сарар-Канан, Кас-Хром, Караганды-Жарык, Горком-Транс. Благодаря ярмарке вакансий в течение полугода у нас закрыто 50 вакансий именно рабочего персонала, а также ИТР. На данный момент у нас осталось 4 вакансии. Это главный механик, бухгалтер по расчету заработной платы, вновь открытая вакансия в связи с расширением штата, программист 1С ИРП, тоже это новая специальность в Казахстане. Городские ярмарки свободных рабочих мест проводятся несколько раз в год. Летняя нацелена на определенную группу населения. В основном это молодежь, выпускники вузов и колледжей, а также старшеклассники. Для несовершеннолетних также нашлась сезонная работа. Учитывая то, что летний, как я сказала, оздоровительный сезон, у нас отряды Жасоель, студенческие строительные отряды, сегодня большинство организаций у нас ведут работы по благоустройству дворов, ведется ремонт школ, то же самое мы школьников от 16 до 18 лет, ну и кто дальше хочет, мы трудоустраиваем на летний оздоровительный сезон на эти предприятия. В рамках ярмарки также была организована информационно-разъяснительная работа по вопросам трудоустройства, а также консультации у специалистов по направлениям молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За шесть месяцев года на территории Карагандинской области зарегистрировано 816 пожаров. При пожарах погибло 20 человек, еще 21 получили травмы. Такие данные приведены в ходе брифинга в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Более полутора тысяч проверок с начала года провели специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям. Выявлено около 4,5 тысяч нарушений в 915 объектах. На учет взято около 3 тысяч объектов с высокой степенью риска пожарной опасности. Особое внимание обращено на торгово-развлекательные центры. В связи с трагическими событиями в Кемеровской области у нас были проведены внеплановые проверки противопожарного состояния крупных объектов торгово-развлекательного назначения. Это всего 186 объектов, где было выявлено 1736 нарушений норм и правил пожарной безопасности. Было составлено 205 протоколов на сумму более 2 миллионов тенге. Сейчас в настоящее время заканчиваются проверки уже по контролю за устранением выявленных нарушений. В летний период пристальное внимание пожарных обращено на предотвращение природных пожаров. Для борьбы с огнем в области сформировано более 400 добровольных противопожарных формирований. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства создаются специальные пожарные посты. В настоящее время силы и средства государственной противопожарной службы, местных исполнительных органов и лесоохранных учреждений приведены в повышенную готовность. Усилен контроль за соблюдением сельхозпроизводителями пожарной безопасности при введении сельскохозяйственных работ. За 6 месяцев года на территории Карагандинской области зарегистрировано 816 пожаров. При пожарах погибло 20 человек. Еще 21 получили травмы. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области обсудили вопросы безопасности. Объектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели, полицейские, представители спецслужб встретились за круглым столом в региональной палате предпринимателей Атамикен. Подобные встречи предпринимателей с силовыми структурами Акимат Карагандинской области и региональная палата предпринимателей организуют постоянно. Главная цель таких встреч – обеспечение безопасности на объектах возможного террористического нападения. Вначале хотел бы краткую статистику сказать, что у нас таких объектов в области 334, из них объекты торговли 187, объектов общественного питания 136 объектов, места размещения туристов 11 объектов. На постоянной основе ДВД области проводятся проверки данных объектов. В 2015 году правительство приняло постановление, регулирующее антитеррористическую защиту общественных зданий. Участники совещания отметили, что борьба с терроризмом является делом каждого. Новые методы отпора проявлением экстремизма должен понимать каждый предприниматель. Например, так называемый антитеррористический паспорт организации. Многие воспринимают его с неудовольствием. Этот паспорт нужен в случае чрезвычайной ситуации при захвате заложников или иных нештатных ситуаций террористического характера для сотрудников спецподразделений. Для того, чтобы они знали план объектов и могли своевременно сработать. С 2016 года ведется контроль над объектами массового скопления людей. Проверяются системы видеонаблюдения, оповещения, охранной сигнализации, управления доступа и перемещения. Лучше перестраховаться, чем потом при возникновении чрезвычайной ситуации нести потери. Административная ответственность тоже играет не последнюю роль при обеспечении антитеррористической безопасности на объектах. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 500 тысяч в тенге получит победитель второго Хакатона, который проходит в Карагандинском экономическом университете. Темой нынешнего марафона изобретателей стали «Безопасный город» и «Смарт-ЖКХ». Борьба с преступностью, раскрытие преступлений с помощью информационно-коммуникационных технологий, а также решения проблем вывоза мусора, интеллектуальные счетчики управления энергоресурсами. Эти направления объединены в две большие темы «Безопасный город» и «Смарт-ЖКХ». Именно над ними работают сегодня участники второго республиканского Хакатона, который стартовал в Карагандинском экономическом университете. «На данных Хакатон выбраны темы «Смарт-Сити», точнее, если быть, то «Смарт-ЖКХ» и «Безопасный город». То есть люди с возможностями умного города, то есть умными технологиями, возможностями, они пытаются решить разные проблемы с ЖКХ или «Безопасным городом», со светом и такими направлениями. Сейчас будут оглашены главные задачи, которые нужно решить. И после их оглашения люди будут уже на них ориентироваться, регенерировать идеи. Цель конкурса – это развитие предпринимательского потенциала молодых разработчиков стартап-проектов, улучшение взаимодействия государственных учреждений, представителей бизнес-среды и населения. Молодой житель Абая Одисей Миронов пришел со своей идеей о создании фантомата. Это автомат по утилизации стеклянных и пластиковых бутылок, а также алюминиевых банок. Его идея в том, чтобы этот процесс был возмездным. Например, человек приходит в магазин, он ложит туда бутылку и из этого автомата выходит чек. Чек на скидку того же именно товара. Например, вы заходите и хотите лимонад взять и сбрасываете туда пластиковую бутылку. Пластиковая бутылка обрабатывается и выходит чек. Например, 10% от скидки от того же самого товара вы приходите, берете тот же продукт. Подобных идей было представлено достаточно много, чтобы организаторы смогли выбрать наиболее достойные. Первый хакатон проходил 1 и 2 июня. На нем обсуждали проблемы общественного транспорта, экологии, инклюзивного общества. Стоит также отметить, что с прошлого хакатона три участника получили возможность более детально обсудить свои проекты для дальнейшего сопровождения и развития. По итогам нынешнего марафона победители будут удостоены денежных призов. Обладатель первого места получит 500 тысяч тенге. Токжан Лянова, Андрей Тен, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. После продолжительной болезни скончалась общественный деятель Карагандинской области Наталья Александровна Усачева. Прощание состоится 30 июня с 11.30 до 12.30 в прощальном зале Триада. Отпевание в церкви Майкудука. Обед состоится в кафе Ковчег. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин